Ну что, я иду сейчас по набью весны, ушла немножко от моря, но ветер все равно сумасшедший, не знаю, насколько будет камеру слышно, наверное, будет тут ветер, но как-то буду музыку накладывать с весна. В общем, я иду сейчас, гуляю в центре, но в центре иду вдоль моря, это первая линия, вот набережная, опять же, как везде, идут рестораны первая линия, кафешки, которые закрыты, они ждут своего летнего сезона. Сейчас мы будем пройти работы по ремонту дорог, будут чистить пляжи, какие-то трубы, я смотрю, на пляж бежать. Тут будут вот эти вот, после штормов, убираться ветки, которые тоже сейчас в некоторых местах навалили. Везде, ну, у нас, конечно, не сам выглядит это, но тоже пальмы есть, тоже такие красивые. Первая линия, это вот с одной стороны, возле моря, это идут кафе и рестораны, с другой стороны, это идут виллы. Дома, виллы, люди просто в них живут, кто-то встает, что-то в аренду на лето, кто-то реально живет, кто-то приезжает на лето в крупный городок. Вот, ну, в общем, такое. Сейчас пойду дальше и буду снимать, кстати, дальше. Так, ну что, я подошла, вот, железнодорожная станция, кстати, отходит поезд, типа нашего Хюдайчика, вот так выглядят у нас здесь поезда, но здесь именно как электрички. Вот, это такой сквер с красивыми соснами моими любимыми, такой сквер возле. Станционы, железнодорожной станции. Вот, что у нас еще здесь интересного? Ну, и вот идет дорога вдоль моря, вот здесь опять же велосипедная дорожка, дорога, все стандартно идет. Дальше начинается ряд уже именно магазинов, ресторанов идет и отели начинаются потихонечку. Сейчас могу пройти и покажу, какие здесь есть отели у нас. Ну, как я и говорила раньше, здесь нету пяти звезд, то есть, если кто привел к Египту, Турции, здесь такого нету. Здесь только три-четыре звезды. Очень популярная система B&B. Bad and breakfast. То есть, это просто самый эконом, скажем так, вариант проживания в Европе. Это когда тебе предоставляют комнату со всеми удобствами, но ты там только можешь как бы спать и breakfast. И у тебя, получается, включен только завтрак. Завтрак так очень легкий. Там, я не знаю, сэндвичи. Что-то такое, какие-то напитки. Круассан, кофе, чай. Я не знаю, что-то такое совсем простое. Там, фруктовый сок. Вот это называется система B&B. Здесь она очень популярная. Вот здесь много частных, приватных таких B&B. Вот такая вот система. А так, отели три-четыре звезды. Больше здесь даже во всей Европе не всегда можно найти пять звезд. Поэтому такая вот ситуация здесь. Так, проходим ресторан. Морской, рыбный ресторан морской. Вот, идем дальше. Опять же, вилы идут. И вот там начинается отель. Вот такие. Большой. Привет. Зелень недостаточно для лета. Ну, в скверах. Но на побережье, конечно, все пустынно. Парк мы есть на немало. Ну, вот один из стелей мы проходим. Это очень небольшой. Везде есть ресторан как обычно. Вот, пиццерии, рестораны с террасами красивыми. И вот идет ряд. Впереди... Ой, ветер сам уже чувствует. Такие летние площадки. Летние бары, кафе. И вдоль вот так вот идут отели. Три звезды. Три-четыре звезды. У каждого свой пляж. Летом здесь все будет заставлено лежаками. Шезлонгами. И каждый... Конечно, они платные. Какие цены в этом году. И вообще, какие цены. Я не знаю. Я буду сказать. Вот. Местные могут покупать на весь сезон шезлонги в любом месте. В каком тебе нравится. Ну, и какая цена тебя устроит. Вот. И на эту сумму, какая-то определенная сумма, входит туда один зонтик и два шезлонга. Ты покупаешь на весь летний сезон. Ну, летний сезон. Там с мая, когда он начинается. Будем смотреть. И все это будет... Можно использовать. Всегда он будет свободный, когда тебе нужно. Говорят, это выгодно. Если часто посещаешь пляж, то в одном месте, допустим, это выгодно сделать. Ну, хотя многие, конечно, в летний период времени отдыхают. Выезжают в другие, более малочисленные пляжи. Как обычно местные знают. Много интересного. Не так, как туристы знают. Туристы, вот, пожалуйста, тебе кафе, ресторан, отель. И тут же идет... И тут же идет море. Пляж, то есть буквально 5 минут. Вообще ты не тратишь никаких... Никакого времени. Все рядышком. Но много людей. Конечно, большие пляжи. Естественно, будет много людей. Сколько рядов, я даже не представляю. Но, судя по тому, какие огромные пляжи, шезлонгов будет много. То есть и людей получается... Ну, какая собака? Так, все, как у нас. Вот. Ну, вот такие вот идет береговая линия. Я не пойду, наверное, дальше, потому что довольно ветрено. И я не знаю, будет ли видно, слышно. Видно будет, слышно не очень. Вот только вот. Вид. Пальма, да, как везде. Беловица. Мне нравится здесь местечко. Неплохое. Здесь. Все закрыто. Конечно, они все летние ждут сезона открытия. Именно уже к маю. Апреле. Я даже не знаю, когда открывается сезон. Все. Сейчас пойдем в город. Уже на другую линию, на другую улицу. Я покажу другую улицу. Так. Я вышла на центральную улицу. Здесь не так ветрено. Прохожу сейчас такой скверик. С этой стороны идет такая вилла коммуналь, называется, типа ЗАГСа. Что-то типа нашего ЗАГСа. Вот оно в таком красивом месте находится. Как видите, такой вот вид красивый. Вот. Вот. Я сейчас иду на центральную улицу. Я уже нахожусь на ней. Вот я снимаю. Уже покажу, что здесь есть интересного. Мы сейчас находимся на центральной улице. ВИА НАЦИОНАЛЯ называется. И просто идем. Здесь идет сразу, как обычно в городе, и кафе, и рестораны, и аптеки, и бутики, и магазины. Идет обычная жизнь. Все как везде. Ну, какого. Да, вот так вот. Идем по улице. Валентина уже готовит сердечки во всех. Лав-лав-лав, везде с сердечками. Скидки 57% сейчас, после Нового года, как и везде в Европе. Везде все магазины пестрят с скидками. Просто это торговые ряды. Обычный, обычный курорт. Хороший магазин, очень нравится. Хорошая сцена и очень качественный товар. ТОВАР. Действительно, она, да, вот такая вот, где-то все. Небольшие, небольшой город, поэтому все здесь такое очень скромненькое. Он тоже считается, это курортный город. Вот такая вот станция железнодорожная с другой стороны показывает. И на площади можно, автобусы в определенное время приходят. И можно добираться в разные другие населенные пункты, куда надо. Здесь между городами, да, функционируют такие автобусы. Красивые, комфортные. Люди пользуются. Вот такие дворы красивые. Можно встретить. Огороженные. Очень красиво выглядят. Ну, мы идем дальше. Проходим. Макуешечки. Сейчас холодно, никто не сидит на улице. Опять сквер идет. А, это опять Велокоммунали. Это государственное какое-то административное здание. Да, Велокоммунали. Да, вот такая вот опять очень красивая вилла. Велокоммунали. Это просто административное здание. Так, ну, здесь закрыто еще развлекательный комплекс. Тоже он закрыт. Проходим банки. Так, идем дальше. Очень любят все цветы. Даже в магазинах ставить на улицу. Вот я сейчас покажу. Красивые такие витрины. Так, идем дальше. Там море. Есть современные здания. Есть вот старинные какие-то довольно с историей. Сейчас мы проходим его. Все в перемешку, в общем-то, как везде. Улицы здесь находятся параллельно. Вот дальше идет железнодорожное полотно. Дорога железная. Потом идет дорога вдоль моря. Ну и само море. Вот здесь она очень типичная. Все, все так же построены города. Одинаково типично везде. Очень интересно. Вот такие доски я прохожу. Не буду останавливаться неприлично. У нас таких нет. Это доска объявления. Вывешивается. От мэрии вывешиваются. Такие доски по городу есть. Вот видите, парахом, какие интересные здания. Более древние, такие более старые, исторические. Вот. Значит, что это за доски? На досках объявления таких. Вот именно они немножко отличаются от других. Вывешиваются объявления. Кто женится. И на другой доске, кто умер. Здесь все очень публициони. Как они говорят, все на публику. То есть, это публикация для людей. Чтобы. О, какие красивые лимончики. Лимонное дерево. Никому оно не надо. Никто их не ест. Они просто висят. Для меня это просто. Я когда смотрю, мне просто удивляет. Публикация для людей. То есть, никому не надо ни хурма. Ну, они там едят, но как-то так. Больше остаются на деревьях, чем они снимают с деревья. В общем, из-за того, что здесь законно, и все должно быть опубликовано все твои передвижения, скажем так, кто умер, кто женился. Все должны все знать. И значит, за несколько дней вывешивается такое объявление за несколько дней до женитьбы. или там за неделю, что такие-то, такие-то, собираются пожениться. Для чего это делается? Не то, что для того, чтобы приходили, их поздравляли, а для того, что если кто-то не согласен, что эта пара будет жениться, они могут прийти и сказать, что я против. Да, баба, я говорю, против. Вот типа такого. То есть, все должны быть уведомлены, что расписывается пара, и никаких не должно быть противоречий, что типа кто-то не хочет, чтобы поженилась эта пара. То же самое, если умирает человек, то есть, его просто вывешивается объявление, что человек умер, и люди тоже знают. Ну, как-то вот такие традиции, у нас такого нет. Для меня это было немножко странновато сначала. Ну, что делать? Вот такие законы здесь. Страна совершенно с другими законами, очень отличающаяся от наших. И по поводу недвижимости, по поводу брака. И вот то, что я сталкивалась, что я слышала, честно, очень нестандартные подходы ко всему. Совершенно не такие, какого в Украине. Но это отдельная история. И это надо больше юристам об этом рассказывать. Я только какие-то моменты знаю, но очень честно удивлена, удивлена то, что я узнаю. Не знаю. Я даже не знаю, это хорошо или плохо, но это просто не так, как у нас. Так. Все, мы дальше идем. Детские магазины проходим. И продолжаем путешествовать. Так, вот прохожу такой магазин. Фруктовый. Называется Малекфрута. И вот просто хочу показать цены, какие здесь есть. 1,49, 1,49 яблоки и пельсины. Мондарин и клементина. Яблоки. Ананасы. 1 евро. Вот такие вот апельсины. Яблочки. Народ не понял, что я снимаю. Поэтому, как бы уходим. Фармация, да, все это. Здесь все можно... Не все люди, в общем, привитые, могу сказать. И в фармациях есть такой отдел, где можно купить тесты. И можно самостоятельно сдать тест на антитела, там, на проверку. То есть, как бы не все так гладко. То есть, не все прививаются. И я очень многие вижу в очереди. То есть, в этих аптеках люди сдают тест. Через 15 минут он готов. И в этой же аптеке тебе устанавливают на 48 часов пиар-код. С которым ты можешь пройти в различные места. Общественные, да. Потому что с сегодняшнего дня или вот на этой неделе сказали, ужесточили опять законы. И, то есть, даже на улице, в ресторанах, в кафе ты не можешь присесть, если у тебя нет пиар-кода. То есть, все довольно жестко. И полиция следит за этим. То есть, могут просто прийти и спросить у тебя документ. И если нет документа разрешающего, то есть, пиар-кода у тебя нету, попадет и тебе. И оштрафуют те, кто... Владельцы ресторанов, кафе, которые разрешили тебе сесть вот без разрешательного такого документа. А вот еще хочу заснять вот такие интересные лавандерия. Это прачечные такие. Довольно популярно здесь. И... Здесь можно прийти просто самим постирать. Там большие такие машины. Почему-то они пользуются спросом очень сильно. Я не знаю, почему. Или люди не стирают дома. Не могу сказать. Но довольно много по городу. По спросу у нас в сервисе написано. То есть, ты можешь ждать и там за копейки буквально. Совсем копеечная. По весу, ведь там от качества ткани зависит. То есть, ты можешь все это постираться. Но сами прачечные здесь лавандерии химчисткой. Также, скажем так, есть и другого образа. И, конечно, здесь очень шикарное качество. Потому что я знаю, насколько в Италии самая лучшая химчистка в чиповом мире. То есть, очень хорошее качество. Они используют красивые, правильные, хорошие химикаты. Поэтому здесь все довольно качественно в этом плане. Так, ну, все, я уже иду дальше. Я, наверное, буду заканчивать сейчас. Ой, потому что подустала гулять. Вроде небольшой город, но проходя, проходя вот так вот расстояние немножко еще в маске. Здесь нельзя, кстати, нельзя ходить вообще даже на улице без масок. Да, вот такое новое, тоже нововведение. И я иду в маске немножко уже так некомфортно себя чувствовать. вот такие вот вот такие вот лавандырии, так называются. И вот такие вот цены, вот такие большие машины работают. Это работает. Можно посмотреть. И вот сцены, сцены, в маске. в маске. И вот так вот все и в маске. И вот так вот в маске. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok